Повернется, не повернется, я же хочу ее в платьичке снять. Мама, не снимай меня, не снимай. Шикарное платье, конечно, девочки, вообще шикарнючее. Я говорю, зарабатываешь, оставляй, за два-три раза отдашь, ничего страшного. Люба в Италии, а она там не последний догрызает, тем более подружка. Она столько уже тебе вещей, говорю, в Италии. За три-четыре раза отдаешь, и это отдашь. Сейчас самый сезон, да, девочки носить такую, гляньте, какая красивая. Что-то так дома, господи. Смотрите, какая красивая. Дилан, 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 дилан. Вот это так. Смотри, какие... Друзья, всем огромный большой привет, с вами снова я. Благодарю всех за подписку на мой канал. Благодарю за подписку на канал моей дочери. Ссылка моей дочери в описании под этим видео. Все, реклама закончилась. Как у вас дела? Какая погода? Вчера мне многие написали, что в некоторых регионах холодно, плохая погода. И в некоторых, так как и у нас, стоит просто спека неможливо. Я в том году, кто меня давно смотрит, рыдала. Клубника погнила, пионы погнили. Вот вы знаете, вот я не знаю, я, может быть, я верю в реакорнацию. Наверное, я жила в жарких странах. Моя погода. Моя погода. Но, как показывает возраст, холодной воды пить нельзя. О, идёт, 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 идёт итальяну. Фаличита. Фаличита. Фаличита, фаличита. Всем привет, всем привет. Не поверите, Людмилку везу на работу. В хорошем настроении. Да. Всё, да. С него начало видео. Это я пошла сегодня её будить, ребята. Она улыбается. Я говорю, что ты улыбнул? Не, я не говорю, что улыбается. Людочечка, солнышко, я тебе принесла кофе, пора просыпаться. Улыбается. И молчит, видно, что спит, но улыбается. А я такая счастлива, что она улыбается. Думаю, наверное, какой-то принц приснился. Ты хоть что-то помнишь, что тебе приснилось? Да нет. Друзья, я не знаю, Люда будет на своём канале рассказывать, но я вам расскажу. У Людочки 22 февраля был день рождения. 28 лет. Привет, Олешка. 28 лет. 22-го она праздновалась подружками в ресторане, а когда выходной, на 23-24, она думала, пойдёт же в свой коллектив в ресторан. Так я же пошла-то. А, пошла-то. Ну я просто и там, и там была, я уже не это. В общем, они ей заказали подарок, но началась война, и подарок мне пришёл. Извините, камера падает, я быстро расскажу при Людочке. Ого. Так, в общем, у ребёнка остался без подарка. Сейчас я тоже самое буду говорить, Поля. Ну меня немножко больше смотрят, они подпишутся на каналы тоже, как Келли вчера написала у тебя под видео. Ну теперь дом 2, будем с разных ракурсов. Доброе утро. Видимо на праздю. Ну рассказывай. Чтоб я не повторяла. Да, и короче говоря, Людочка осталась без подарка. На свой день рождения. На свой день рождения. Вот вчера была у Людмилы... А в коллективе? Да. Вчера у напарницы, у Людмилы, значит, у Алинки. Альбина или Алина? Алина. Был день рождения. У неё будет. Мы её заранее не поздравляли. Мы сделали всё красиво. Ну, может, да, я... Это подробности я не знаю. И короче говоря, друзья, значит, что? Пошла на день рождения и получила подарок. Людочка получила подарок. Шезлон. Да. Они узнали, что мы бассейн поставили? Или просто... Конечно, узнали. Они узнали, что Людочка поставила бассейн. И в этом году. И подарили ей такой шикарный, красивый шезлон. Мы его ещё... Ой, боже мой, извините. Я нагнулась. И короче... На две камеры. В общем, мы ещё его не раскрывали, не смотрели. Но мы очень довольны. Шезлон в тему. Теперь друзья, которые будут возвращаться из Западной Украины, с Львова. У нас их большое количество. Девочки, есть где спать. Есть где лежать. Есть где загорать. Извините, я отключаюсь, потому что камера падает. Люда будет вещать на своём канале. Вот здесь. Девять утра, и вот такая вот жара. Вот теперь больше. Прям жара, жара. Когда машина холодная, включаешь кондиционер, хорошо. Но когда машина долго стоит на солнце, там, где ты по делам уходишь, и кондиционер, то нет. Воздух горячий такой гонит. Ну, мне надо разбираться. Надо делать электрику. У меня плохо работают фары. Не надо разбираться. Также надо фильтры, кондиционеры, кондиционеры менять, правильно? Столько всего надо менять, что-то. Правильно, машиной надо заниматься. Я уже и... И... И масло меняла. И ещё надо. Ну, я не пропускаю это. Не пропускаю заниматься. Мне аж не верилось... Сейчас такой дорогой газ и бензин. Мне аж не верилось, что я работала таксистом. Друзья, правда. Но зато офигенная практика. Практика вообще... Просто супер. Практика просто супер. Я вот так думаю про себя сейчас. Пошла, надо было работать. Копейка нужна, пошла работать. И у неё неплохо было. Ну, для женщины нормально. Мужчины могли тысячу в день заработать. Ну, это выпадая из руляра, дальние расстояния. Я по городу, по городу. Вот здесь центр. Вверх-вниз, вверх-вниз. Гоняла по мосту, гоняла на Калиновую. Кто-то не про, знает. 500-600 чистыми. Возвращала свой газ. На 200 гривен заправлялась. 200 гривен газ верну. И потом ещё 600-500 я зарабатывала. Вот так, друзья. А это я ещё и живу. 8 километров от центра, да. Если бы я жила где-то вот здесь, ближе к центру, то вообще у меня было бы больше, потому что был бы меньше расход. Я ещё на этом газе, на котором я, я ещё успевала домой. Оставляла себе, чтобы домой вернуться. Я тоже не знаю. Люди жили. Кто хотел, зарабатывал. Кто не хотел, естественно, жаловался. Ну, тяжело, тяжело, да, тяжело. Коммуналка в основном тяжёлая. Тот свет очень. Электричество подорожало было. Газ подорожал сильно. Вот, но я думаю, может быть, нашли какие-то пути, понимаете. Всё-таки же на месте страна не стояла. Шли вперёд, шли. По крайней мере, назад не шли. Маленькими-маленькими шажками шли. Естественно, развелось очень много. Стало меньше среднего класса. Развелось очень коррупционеров, миллионеров. Ну, это, мне кажется, как в любой стране, друзья. Как в любой стране. Не только как у нас. Знаете, как говорят, везде хорошо, где нас нет. Ребята, что я заметила? Вот я сейчас еду, да, по центру, по городу, по мосту. Сколько дней я ездила, маршруток я вообще не видела. Вот сейчас я увидела аж пять маршруток. Значит, что-то налаживается с горючим. А тут заходишь, да, оазис. Степа, где мячик? Где мячик, зайка? Мячик где? Ой, боже, 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 боже. Сколько радости. Да, сколько радости, сколько радости. А мне вот здесь... Вот же какой здоровенный бурьян. Смотрите, какие еще мелкие пионы есть. Мелкие-мелкие. Ребята, как же ж я вам не показала. Так, вот это вот у меня ежевика. Два года она сидела. Наконец-то она погнала, погнала и погнала. Вот ягодки. Ежевика. Я покупала, я зашла там к соседям. Весь двор заплетен ежевикой. И вот такие ягоды. Тигря, тигря, зайка моя. Тигря. Тигря, зайка моя. Боже, как хорошо вот так в белом. Просто замечательно. Просто замечательно. Не жарко. Почти раздетая. Ну, сейчас где-то 35. Представляете, где-то 35 градусов. О, Олег. Сосед делает красоту. Другу желтым как раз. Молодец. Молодец. Так, а чего ж ты, куда ты? Куда играться со мной? Играться, тигря. Тигречка, да. Скажи привет. Привет. Привет, моя зайка. Мои сладкие ждут меня. Ждут. Она сегодня со мной спала. Ой, что она вытворяла? Мурчала. Животик выворачивала. Ну, такая нежная кошка. Боже. Я уже сто раз говорила, что у каждого свой характер. Но эта кошечка, она, наверное, в прошлой жизни была медиком. Всех спасти, всех вылечить, всех обцеловать. Ох, а вот это, ой, это просто, это просто. Надо, кстати, к сестре в Западную Украину позвонить. Что-то я давно ее не слышала. Света, если ты меня смотришь, дай себе знать. Так, смотрите, банки уже у меня готовы. Так, смотрите, Лунечка. Кошкин дом, я же говорила, кошкин дом. Ну, друзья, иначе нельзя. Я не могу животных обижать. Так, сегодня, в общем, три раза я уже так сделала. Вот сейчас оно остынет. Я еще раз прокипячу и в банке хватит. Ягода целая, красивая. Я молодец. И на этом, в этом году варенья клубничного хватит. Я хочу, друзья, я хочу компоты закрыть клубничные. Они очень и очень вкусные. Клубничные компоты. Так, пошла переодеваться. Лунечка, надо вас только задание поубирать, постирать. О, Верочка, вы позавтракали? Что вы завтракали? Рассольник. Рассольник. А крошка может и подождать, и он разорел. А сейчас Женя приедет, сейчас на крошку упадет. Ты же поживала хлебом молочи или мясо. Хорошо, молодец. Мама, ты спасаешься как можешь. А у нас хлеб хоть дома есть, Бог не заезжал. Есть. Ну на раз только, на раз. Ну ничего, я в магазин, если что, сажу в наше и куплю хлеба. Или лавашек испеку. В общем, у меня фантазии хватит. У меня фантазии хватит. Мама, глянь, как моментально оживают фикус. Посмотри, вот, знаешь. Да, ну да. Мама, ой, блядь, головой ударилась. Ты даже в мае месяце даже выносила. Да, да, прелесть. Я так радуюсь. Так, я сегодня сейчас уберу Людочки на половине, в своей половине. И буду косить. Мам, вот там пока что. Если я хочу заканчивать картошку? А ты, да, заканчивать. Клубнику я вчера хорошо полила, так что. Хорошо. О, очки я взяла, взяла. Так, ребята, вот коллектив подарил ей шезлонг. Красной ленточкой обмотал. И написали, что Людочка была на расслабоне на чиле. И мы его еще не распечатывали. Но это уже Людочка распечатает. И на ее канале, ссылка в описании под видео будет. Вы посмотрите. Надо девочку смотреть. Она там наряды показывает. Я сейчас покажу, какие наряды она показывает. Там, о, ребята, целый магазин дома сейчас. Так, она у себя на канале показывала. Да, вот это платье мы оставили. Только вот это вот себе. Она за 2-3 раза отдаст, я уже говорила. Так, вот, вот. Это, это, когда война началась, они с Любой закрыли этот магазинчик. Но Люда уже продала 4 платья. Вот за 2, сегодня должны деньги отдать. И она Любе в Италию высылает потом. Там вот этим-то переводом. Ну, это она знает. Вот. Она меня попросила. Сегодня на коробку с работы привезет. Она меня попросила, чтобы я это все в уголочке аккуратно все послаживала. Потом она будет у себя на канале снимать. Вы знаете, и люди заказывают. Девочки заказывают с Украины. И даже теплые вещи. Здесь такие разные цвета. Вы посмотрите на этот джемпер. Вы посмотрите. Это мой любимый цвет. Обожаю такое. Это джемперовый все. Надо, короче, торговать, торговать и торговать. И рубашечки. Что здесь только нет. Вот это вот она мне приказала. Ну, как приказала? Я шучу, ребята. Ребята попросила меня, чтобы я это все послаживала. Потому что мы вчера наконец-то убрали фикус. Угол пустой. Надо вымыть сейчас хорошо этот угол. Убрать ее постель. Стол переставить. В общем, надо... То, что попросил ребенок, надо сделать. Я прошу ее. Да, Мишка? Я прошу ее. Все она делает. В общем, мы... У нас нет такого, что там, знаете, там, что... В общем, мы друг другу помогаем. Помогаем. Хорошо. Я в такой кофточке сейчас в шортах. Ну, потому что купальник потом надену. Просто я пока сейчас буду в доме. Вот. Я не стесняюсь. Домашний вариант. В общем, у меня полно работы. И вареничка. Вот это вот все. Мне надо сейчас... Вот это платье. Мне так нравится. Ну, вообще... Все, друзья, красота. Переливается. Вот таких два платья, только другого цвета, уже купили. И еще два взяли вот с такими вот... Вот такими цепочками. Девочки. Ну, девочки, женщины покупают. Договариваются о скидке. Еще договариваются. Еще договариваются. Торгуются. Люда с Любо ведет переговоры. И успешно продает. Это продолжается. Жизнь идет. Люди женятся, выходят замуж по-любому. По-любому. Некоторые себе машины даже покупают. Что здесь такое у нас? Ага. Остановилась машина. Я говорю, когда работает машина, меньше воды бери. Она же, автомат срабатывает, когда машинка вода... От давления, в общем. Машинка чувствует, что слабое давление и отключается. Ну, маме. Я вообще от нее ферри прячу. Друзья, стала от мамы прятать ферри. Что она делает? Она видит, что, допустим, ферри там, ну, полбанки. Она берет и воды добавляет. Думаю, ну ладно, разбавила. Целих экономии. Понятно. Тут ферри. Еще раз полбанки. Она еще воды добавляет до полного. И что с того ферри остается? А оно не дешевое. И говори, не говори. Ну, экономия, понимаете? Вот это вот женская экономия. Все, друзья. Я была у вас... Нашла я свое платье. Боже, нашла я свое платье, наконец-то. В клеточку мою хорошенькую, мою любименькую. Вот такая клеточка. Я его надевала. Девочки меня видели. Она беленькая, хорошенькая, с рукавом. Висела и молчала, понимаете? Висела и молчала. Все, я погнала. Как говорила моя бабушка Натаня, литний, литний, день, год береже. Вот пошла я сберегать. Чем больше... Я очень довольна, что есть клубника. Вы знаете, очень... И вареничка. И вот я клубнику залила. И очень сильно хочу компотов. Компоты ароматные. Зимой открываешь. Ммм, вкуснятина. Вкуснятина. Ладно, мои хорошие. Всем тишины. Всем хорошего настроения. Всем хорошей погоды. Всем управляться. Чтобы вам было в радость управляться у себя в домах, в квартирах. Кто хочет домой возвращаться, я вас поддерживаю. В том плане, что вернетесь и наведете везде-везде порядки. Продолжение следует...